В Лисаковской городской больнице праздник. Здесь наконец-то появился компьютерный томограф оборудования, который позволяет с помощью рентгенского излучения выявлять сложные заболевания. До этого дня всех жителей Лисаковской и ближайших к нему районов Денисовского и Камустинского на КТ отправляли в Кустанай. На протяжении своего заболевания мне очень часто приходится ездить на компьютерном томографии в город Кустанай. Это, конечно, и накладно, то, что транспорт надо, всё. А сейчас вот этот кабинет открылся у нас, и я думаю, что не только я буду благодарна этому, а наш город будет благодарен, потому что это необходимо, прежде всего, для того, чтобы действительно знать динамику заболевания. Оборудование не дешёвое – 325 миллионов тенге. Причём таких томографов от компании «Сименс» в Казахстан прибыло всего два. Один в Экибестус, другой в Лисаковск. Оборудование поступило в регион ещё в конце августа, но начать работать на нём из-за отсутствия резервного генератора не рискнулись, дождались покупки. В итоге с 25 октября томограф приступил к обслуживанию населения. Причём запись здесь забита на месяц вперёд. Ведь работает техника как бы на два фронта. И на плановых больных их обслуживает до обеда, и на ковидных КТ, которым делают после обеда. Затем оборудование дезинфицируют, и утром начинается всё сначала. 128 срезов. В республике таких аппаратов два. Один находится в Экибестусе, второй у нас. Снимает всё тело, начиная от головы, внутренние органы. Со временем планируется приобретать инжектор. Инжектором мы будем снимать онкологические заболевания, сердце, сосуды. Кстати, как затем поясняют врачи, такое количество снимков позволит медикам получать более чёткие изображения и ставить точные диагнозы пациента. А специальный инжектор поможет делать через КТ контрастные снимки. Его стоимость не меньше 13 миллионов тенге. Однако в больнице отмечают, что до конца года инжектор будет в работе. Что касается томографа, то в рамках обязательного медицинского страхования и для застрахованных граждан он будет работать бесплатно. Аспанка Кимжанов и Татьяна Калюжная, РТН.